Это у меня будет вторая часть обзора на турбопад 6,5 дюймитров, турбопад 650. Говорил об автонастройке, она уже излишне здесь чувствительная. То есть на улице я ее включаю, конечно, там она хорошо срабатывает, а где-то в помещении слишком чувствительная. Вот, смотрим, что у нас дальше можно настроить по экрану. Размер шрифта, мелкий у меня стоит. Так, здесь спящий режим, беспроводной проектор, но скорее всего это MyroCast, калибровка J-сенсора, калибровка датчика приближения. По памяти, что у нас сейчас? Диск по записи, здесь иногда какая-то путаница идет, то есть 16 гигов путается с CD-картой и так далее. Ну, радует, что здесь 16 гигов своей памяти. Батарея, приложение, давайте посмотрим. Работающие, вот, 236 мегабайт сейчас свободно, то есть гига здесь хватает только-только. Посмотрим, что у нас еще здесь. Местоположение, восстановление, сброс можно здесь, расписание, включение, выключение. Давайте посмотрим о телефоне, 421. И на ФПДА везде пишут, какая самая лучшая прошивка. Все пишут, что вроде бы как дефолтная, хотя и имеет свои недостатки, но она более-менее такая стабильная прошивка. Давайте сейчас посмотрим, что у нас в галерее есть. Ну, это вот как макросъемка была. Вот детали я на коляске снимал. Здесь вот еще недостаток такой, иногда подглючивает сенсор. Вот, не очень хорошо иногда как-то срабатывает, особенно в браузере, когда листаешь, или вот именно в закладках, в гугле, иногда нажимается ни с того ни с сего закладка, хотя я ее не нажимал. Еще недостаток я нашел здесь, на белом фоне. Сейчас вот, если вам видно будет, скорее всего, может придется этот девайс сдавать. Здесь около трех белых пятен, но это мне такой девайс попался. Это даже не битые пиксели, вот такие вот свечения, как сказать. Не очень хорошо это все, конечно, но скорее всего буду это все дело сдавать. Вот кнопкой можно вызывать. Это я уже настроил, что можно. Меню приложений раньше вызывалось, но не было кнопки вот этой, чтобы все приложения убирать. Еще один из минусов я бы хотел отметить, это вот запаздывание кнопки Home, конечно, на Galaxy S4 и на других Samsung это все побыстрее делается. Здесь немножко вот задержка есть, но в принципе все простительное. Особенно, когда очень много запущено программ, допустим, в гуглевые, потом идет прорисовка рабочего стола, оперативка очень хорошо, конечно, забивается. Но все это отключение сервисов нужно, но мне сервисы какие-то нужны. Но все равно вот есть задержки, то есть MTK6589T не очень как бы справляется, конечно, с Full HD разрешением. Всем, думаю, известно об этом. Ну, давайте посмотрим, как картинка сама выглядит. В принципе, считаю неплохо. Full HD за 8400 рублей, считаю. Нормальная цена, если бы вот именно как у меня, не косяк с этими белыми пятнами. Ладно бы были пиксели просто, белые пятна целые. То есть смотрим, вот как сама картинка ведет себя. Ну, считаю, нормально. Есть небольшое, наверное, потемнение. Но в целом, считаю, очень хорошо себя ведет экран. То есть сильно таких инверсий нету. Ну, заслуга как бы OGS. IPS OGS экрана. Давайте пройдемся по тестам. Вот 44,1 FPS. Это Epic Citadel. Что у нас? High Performance. Это уровень. Вот смотрим. 18000 Antutu. Asus Zenfone 5 впереди. 18121. Вот так вот. Так все выглядит. Здесь у нас информация от TurboPad 650. 32 бита. 4,2, 65, 89. PowerWare. Камера даже 18,2. Ну, это тип того, что, наверное, интерполяция. Но камера здесь, еще раз скажу, такая среднего качества. Смотрим здесь еще. Сколько чего свободно у нас место. Вот фронталка даже 4,9 мегапикселя определяет. То есть, разные у нас данные на FBDA 5 мегапикселей. Вот смотрим 5-точечный мультитач. На Mark у нас 34,1 FPS. Смотрим, что у нас по батарее. Это через MOLLE Player. У меня 4,5 часа видео проигрывалось. И вот это было 14%. Это у меня настройки были микрофона. Такие показатели этого смартфона. Давайте посмотрим, что у нас по камере. Как она быстро фокусируется или нет. Вот видите, какие-то клики происходят. Или я где-то рукой что-то, может, нажимая. Вспышка очень слабенькая, конечно, здесь, но пойдет. Вот смотрим, макросъемка у нас. Считаю, так нормально, среднего качества. По настройкам, что у нас, вот фото. Размер фото, вот можно 12 сделать, можно 18 мегапикселей. То есть, не знаю, может, тут какая-то интерполяция, наверное, идет. Обнаружение лиц, автоспуск, видео, качество записи. Тут хорошее стоит, это, скорее всего, у меня Full HD. Видео тоже такого, среднего качества. Режима HDR здесь не вижу. Вот камера такая, средняя получается у нас. Смотрим, что у нас здесь листается. Вот менюшка сама. Конечно же, есть тормоза, задержки. Ну, за такую цену, считаю, можно, как бы, наверное, и смириться. Конечно, в Китае можно сейчас выписать более продвинутые вещи. В нашем же 64-битном процессорах есть девайсы. Где-то даже и за 8000 можно, то есть и за 9, и за 10, в принципе. Нормальный такой продвинутый девайс уже. Ну, что есть, то есть у меня сейчас. Хотя китайцы сейчас Full HD стараются не ставить. 1280 на 720 в основном. Но есть, допустим, Calina 100, по-моему, что ли, такой девайс. Там, по-моему, Full HD разрешение. И стоимость его в марте, я даже смотрел, в начале апреля, я смотрел, по-моему, около... Сейчас доллар вроде бы как падает. Около 10 тысяч стоит, ну, 5,5 дюйма. Здесь 6,5 дюйма. Кому что и для чего, как бы. Давайте посмотрим по игрушкам, что у нас. Подключим сейчас Wi-Fi. И зайдем в любимый Shadowgun DZone. Посмотрим, как все это дело идет у нас. Слушаем, какая громкость динамика. Так, если на столе у нас. Удобно играть, в принципе, не перекрывается вот эта часть у нас. В районе камеры, конечно, все нагрев идет у нас. Громкость, считаю, хорошего у этого девайса, и что для звонков, и мультимедиа, в принципе, нормально. Громкость, считаю, что для звонков, и мультимедиа, в принципе, не перекрывается вот эта часть у нас. Громкость, считаю, что для звонков, и мультимедиа, в принципе, не перекрывается вот эта часть у нас. Громкость, считаю, что для звонков, и мультимедиа, в принципе, не перекрывается вот эта часть у нас. Громкость, считаю, что для звонков, и мультимедиа, в принципе, не перекрывается вот эта часть у нас. Ну, в принципе, идет хорошо, но сенсор немножко какой-то здесь глючная. Вот смотрим, какая идет у нас прорисовка. Куда-то у меня все девалось. Интересно. Сам лаунчер куда-то девался. Крупные значки почему-то стали. Наверное, какие-то обновления пришли. Да, вот и гугл старт обновился. Все белое опять стало. Придется опять через Exposite Installer и Gravity Box все исправлять. Вот у нас Real Racing 3. Посмотрим сейчас как Full HD разрешение, конечно же, здесь. Ну, сами смотрите на лаги. Я как бы в этой игре не совсем разбираюсь, где лаги, а где что. Я просто от комментариев воздержусь, вы выводы сами сделаете. Лагает ли эта игра или нет. Так. Крутая. Я буду пробираться XXs. Противаясь. Я буду пробит. Продолжение следует... Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...